что давайте начнем значит мы с вами на предыдущих лекциях рассмотрели некоторое такое популярное направление которое сейчас существует системах управления начиная от классических и пид регуляторов и заканчивая сложными системами такими как model predictive control сегодня мы немного посмотрим чуть ближе как решаются задачи на базе model predictive control то есть чуть глубже посмотрим с точки зрения методов которые используются при создании таких систем также начнем с вами уже говорить про то как описываются процессы то есть про модели про нелинейные модели которые лежат в основе любой системы управления сложной системы управления то есть если мы берем например простые системы где контурные где есть пп регуляторы как правило там можно обойтись без модели достаточно экспериментальным путем подобрать коэффициенты можно методом тыка можно использовать систему автонастройки можно использовать какие-то известные методы настройки например по тому как долго например объект выходит на заданную точку какое у него перерегулирование какая колебательность то есть по таким параметрам можно даже на бумажке на листочке рассчитать коэффициенты и ввести их в регулятор вот мы сегодня значит соответственно если вам нужно что-то более сложное то есть у вас несколько контуров у вас есть какая-то взаимосвязь есть нелинейность которую необходимо учитывать то вам скорее всего придется разбираться с тем как ваш процесс устроен строить модель хотя бы в простейшем виде значит о том как это делать у вас был отдельный курс бакалавриате связанный с моделированием систем вот мы сегодня просто еще раз вспомним как это как это может выглядеть то есть посмотрим на уравнение посмотрим на то как строится система управления на базе такого уравнения то есть мы будем такой больше такой практический уклон то есть как непосредственно происходит расчет конечно мы обсуждали в прошлый раз что например в том же пакете pcs 7 нет пакете pcs 7 есть грубо говоря метод такие как model predictive control но при этом мы увидели что эти методы они основываются на линейных моделях то есть как правило это набор передачных функций то есть функции управления на самом деле просто набор передачных функций по каждой координате по каждому возмущению по каждому управляющему воздействию вы задаете для для объекта задаете некоторую передачную функцию я передачные функции используют для того чтобы синтезировать другую передачную функцию то есть фильтр который будет по сути выступать управляющим контроллером конечно отдельно отдельный вопрос чтобы этот передачная функция обладала необходимыми свойствами такие как например устойчивость этого звена то есть у вас при всех прочих равных условиях система внутренние ваш ваше состояние вашего контроллера был ограничен то есть вот эти числа которые внутри контроллера рассчитывают что они не росли бесконечно поэтому это отдельный вопрос который обычно выносите за скобки и никто про него особо не говорит тем не менее об этом нужно всегда помнить то есть те методы которые вы использовали в теории классического управления когда-то рассчитывали устойчивость систем заданных принадлежными функциями есть как раз эти методы могут быть применены то есть получив на выходе некоторого ток-бокса предложение о том как будет выглядеть ваш контроллер построены на базе таких фильтров вы конечно должны обязательно проверить что эти фильтры будут устойчивы поэтому да если говорить о PCS 7 и прочих подобных продуктах то там как правило все за вас уже сделано то есть там есть алгоритмы которые непосредственно реализуют этот фильтр есть алгоритмы которые реализуют онлайн оптимизацию в модуле ктив контрол то есть вы только задаете даже не столько критерий сколько матрицу определяющие эти критерии например то какие по каким переменным вы хотите например производить оптимизацию хотите ли вы учитывать частоту переключения управляющего контроллера то есть такие наиболее популярные вещи там уже реализован но если конечно вам этого не подходит это не подходит то есть например вы не можете описать ваш объект в виде линейного дифференциального уравнения либо линейной передачной функции вот то вам приходится уже строить что-то свое придумать что-то свое один из возможных подходов это построение кусочное линейных моделей то есть грубо говоря у вас все пространство ваших координат разбивается на определенные секторы и для каждого сектора вы рассчитываете свои коэффициенты линейных моделей и соответственно для каждого сектора у вас будет свой алгоритм model predictive control дальше вы используете используйте блок тоже мы о нем говорили это gain scheduling то есть изменение коэффициента зависимости от координат то есть ставите коэффициенты вот этих вот этих моделей линейных вы ставите в зависимости от некоторых координат вашего пространства и вы из кусочков получается создаете такую в целом нелинейную систему которая локально в отдельных секторах ведет себя как линейный особенность для описать с села на гейн скетлинга в том что коэффициенты там не просто переключаются там еще строится некоторая интерполяция между значениями то есть у вас коэффициенты модели будут плавно изменяться поэтому у вас такая получается уже по-настоящему нелинейная система состоящая из локальных кусочков линейных в целом это достаточно мощный инструмент то есть огромное количество задач может быть решено с помощью такого метода даже несмотря на то что большое примерно считается там 90 процентов задач может быть решена с помощью пидрегулятора оставшиеся 10 там 9 процентов могут быть решены с помощью таких вот хитрых подходов связанных с линейным model predictive control и с нелинейными нелинейностью вводимой с помощью переключения коэффициентов ты где-то там два три процента или один процент они уже решаются методами которые не укладываются вот в эти методы поэтому в целом если говорить о таких уже приближенных к практике задачах то конечно начинать стоит вообще вообще начинает стоит там сп и регулятора решать задачи то есть пробовать на их основе построить систему управления потому что она понятна и легко объяснить оператором легко объяснить заказчику как это устроено вот из соответственно самая сложная из таких простых методов это model predictive control где тоже в принципе можно объяснить что происходит то есть разложить систему на отдельные компоненты там либо по секторам ее разложить потом в каждом секторе разложить ее по входным воздействиям то есть по возмущениям по управляющим воздействиям и для каждого такого канала экспериментальным путем получить вот эти вот передачные функции то есть это тоже в принципе такая понятная идеология вот а все что дальше начинается это уже начинаются какие-то более такие трудоемкие и наукоемкие задачки связанные с адаптивным управлением когда вам нужно например в режиме онлайн пересчитывать коэффициенты то есть не в зависимости от какого-то внешнего сигнала сигналы с ваших координат то есть те которые с датчиков приходят а какого-то сигнала который вы вычисляете на ходу то есть вы смотрите как идет себе объект вы создаете внутри некоторую параметрическую модель вашего объекта и по измерительным данным пытаетесь оценить насколько ваша модель соответствует тому как в реальности объекте ведет и анализируя вот эту разницу вы пытаетесь понять что собственно куда собственно вам дальше корректировать ваше управляющее воздействие то есть как нужно поменять параметры регулятора чтобы обеспечить наилучшее качество управления значит это будет у нас вторая половина курса мы с вами пройдемся посмотрим какие есть методы вот сейчас у нас задача посмотреть просто теперь мы посмотрели на эти классические подходы в частности на model pre-cass control с точки зрения того что предлагается в некоторой стандартной комплектации в различных пакетах сегодня мы посмотрим на то как как может это выглядеть внутри то есть что скрывается за вот этими функциональными блоками как готовить модель для того чтобы ее можно было использовать внутри вот этих блоков ну для для использования внутри этих блоков вот и сегодня это будет предметом нашей лекции так значит ну опять же мы будем использовать некоторую статью для того чтобы на ее примере рассмотреть то как строятся подобные системы статья посвящена системе круиз-контроля для автомобиля это система которая позволяет ну собственно рассказано про нее не надо все ездят на автомобиле все знают что это такое то есть это система которая автоматически помогает водителю двигаться ну например в рамках какого-то ну по шоссе например то есть следить за дистанцией между автомобилем впереди идущим вас следить за скоростью за ускорением то есть движение было плавным чтобы вы ехали прямо по полосе чтобы не врезались впереди идущий автомобиль и идущий автомобиль не делали резких торможений или резких разгонов То есть такая вот система помощи водителю. Ну, здесь, конечно, она немного упрощенная, то есть тут рассматривается только алгоритм движения за впереди идущим автомобилем, то есть соблюдение дистанции и соблюдение скоростных, и соблюдение дистанции, соблюдение скорости движения и соблюдение ускорения, то есть чтобы не было резких рывков. Значит, собственно, задачи формулируются достаточно просто, то есть есть несколько автомобилей, круиз-контроль установлен в одном автомобиле, следующий может быть и обычный автомобиль, может быть такой же автомобиль с круиз-контролем, и есть несколько переменных состояний, определяющих то, как автомобиль себя ведет. То есть самое главное – это позиции относительно некоторые трассы, где вы, ну, то есть некоторое положение на трассе, где вы находитесь территориально. Это, соответственно, скорость и ускорение, то есть три координата, описывающих состояние вашего автомобиля. Кроме того, есть еще расстояние, здесь, наверное, все-таки не позиция на трассе, а расстояние между автомобилями. То есть есть, по-видимому, какой-то датчик, который определяет дистанцию, и он, соответственно, выдает вам некоторое расстояние до впереди идущего автомобиля. Значит, есть ряд параметров, таких как некоторая безопасная дистанция, которая закладывается на уровне проектирования. Значит, есть огромное количество физических параметров, которые мы сейчас дальше будем рассматривать. То есть, в целом, задача достаточно такая очевидная, понятная всем. Все, кто ездил на автомобиле, естественно, что все ездили на автомобиле, все знают, как это устроено. Вот, что, собственно, как, собственно, теперь решается эта задача. Значит, она решается с помощью медной модулы предикции контрол. И, как следует название, необходимо в первую очередь сформулировать проблему на уровне математической модели. Значит, модель здесь представляется в виде дифференциального уравнения. Значит, это уравнение второго порядка, оно не линейное. Значит, уравнение относительно расстояния, которое приходит у вас по датчику. Расстояние между автомобилями. Значит, есть, соответственно, само расстояние, есть скорость, есть ускорение. То есть классический закон Ньютона для движения, ну, некоторого механического движения. То есть слева у вас уравнение по переменным, справа у вас управляющее воздействие. Управляющее воздействие здесь – это газ и тормоз. То есть некоторые… у вас есть некоторая непрерывная шкала, которая объединяет в себе и команды торможения, и команды остановки. Вот в чем особенность этой модели? В том, что у вас есть некоторая разрывность, то есть некоторая нелинейность. Она имеет несколько здесь параметров. Первый из них – это вот… это некоторая непрерывная нелинейность, связанная с… с тем сопротивлением, которое испытывает автомобиль во время движения по дороге. То есть это сопротивление движению, по сути трения. Значит, оно имеет квадратичную зависимость от скорости. То есть по мере роста скорости у вас квадратично начинает расти сопротивление дороги. по мере движения. Это, соответственно, у вас непрерывная нелинейность. Второе – это части, касающиеся разрывных нелинейностей. То есть у автомобиля есть низкая передач, и сила, с которой автомобиль тормозит или разгоняется, она зависит нелинейным образом от скорости движения автомобиля и от той передачи, которая сейчас в данный момент используется. То есть в общем случае если ехать, например, на первой скорости, то, соответственно, где-то на 15 км в час резко начинает падать сила движения. То есть она достаточно мощная, но при этом у нее есть серьезные ограничения. То есть она с учета после определенной скорости она просто начинает затормаживать автомобиль. И даже есть такой эффект, называется торможение. Торможение на низкой скорости. То есть когда вы не на тормоз нажимаете, а когда вы двигателем начинаете тормозить. То есть у вас двигатель крутится, он просто не успевает крутиться с той скоростью, с которой крутятся колеса. При этом эта передача является очень мощной, у нее очень высокая мощность, она необходима для старта. А по мере того, как вы переключаете на другие скорости, вы можете, соответственно, увеличивать вашу общую скорость движения. Ну, это, в принципе, такая классика управления автомобилем. То есть вы стартуете с первой передачи и постепенно, по мере набора скорости, переключаетесь на другие передачи. Они имеют меньшую мощность, но при этом у них меньший наклон в зависимости от скорости движения. Значит, это вот вторая, второй характер нелинейности, такая вот разрывная нелинейность. Значит, в принципе, про модель здесь все. То есть это обычное дифференциальное уравнение с двумя такими нелинейностями. Значит, в принципе, достаточно такая популярная модель, то есть описывать уравнения, если вы имеете дело с некоторым нелинейным процессом, описывать их с помощью дифференциальных уравнений. Это такой некоторый классический подход. Ну, можно сказать, что есть еще другие подходы. Вот мы обсуждали в прошлые разы, что, например, в PCS7 больше используется, например, функции передаточные. То есть это, по сути, некоторые описания в частотной области. Но, на самом деле, там есть несколько видов, есть разные формы описания моделей. Вот мы посмотрели сейчас модель, связанную описываемую дифференциальными уравнениями. В прошлый раз мы смотрели на модели, описываемую передачными функциями. Значит, передачные функции это некоторое, скажем так, так называемое операторное представление системы. То есть где S это некоторый оператор, то есть это не переменная, некоторый оператор, который показывает, по сути, некоторый интеграл от вашего, от некоторого сигнала. Вот. То есть он описывает, скажем так, поведение системы на интервале времени, там, от нуля до бесконечности. Соответственно, преимущество такой модели передачной функции в том, что их можно легко комбинировать, то есть вы можете составить несколько звеньев, по отдельности их описать, скажем, экспериментально изучить их, а потом построить общую модель, просто перемножив эти передачные функции, получив более сложную передачную функцию. В этом основное преимущество этого операторного подхода. То есть вы можете комбинировать вашу модель, вы можете строить последовательные соединения простых звеньев, параллельные соединения, суммировать их, то есть как раз этот прием и применяется в PCS7 для описания многомерных систем, когда вы каждый канал раскладываете на отдельные компоненты, и дальше итоговый сигнал у вас это сумма других сигналов, всех других сигналов. Соответственно, преимущество подхода операторного в том, что их можно комбинировать, недостаток в том, что вы не можете описывать нелинейный процесс, то есть достаточно сложно описывать нелинейный процесс. Как только вы пытаетесь в вашу цепочку вставить нелинейный процесс, ну, нелинейную какую-то функцию, пусть даже это будет статическая характеристика, то, скорее всего, вы потеряете возможность комбинировать такие модели, то есть она будет просто у вас вот как есть. Вот вы ее так описали, она и так и будет. Вы не сможете прибавить что-то еще, потом, опять же, использовать операции перемножения и сложения. Вот. Это преимущество недостатка такого, наиболее известного подхода операторного. Другой подход — это описание процессов с помощью дифференциальных уравнений. Здесь вы можете в полной мере описывать и непрерывные нелинейности, и разрывные нелинейности, такие как, например, передачи. То есть вот здесь эта функция, она зависит от двух параметров. Первая — это скорость движения, а вторая — это номер передачи. То есть, по сути, у вас функция раскладывается на несколько разных функций. То есть в дифференциальных уравнениях, соответственно, у вас гораздо больше свободы. Вы можете описывать, брать несколько уравнений, можете описывать сложные связи. Недостаток в том, что, конечно, здесь гораздо сложнее уже комбинировать и проводить анализ этих систем. То есть мы, может быть, еще сегодня успеем посмотреть то, как такие системы можно анализировать, то, какие эффекты они могут описывать. То есть, конечно, богатство эффектов, которые описываются такими моделями, оно гораздо шире, чем те эффекты, которые описываются обычными передачными функциями. То есть передачные функции — это в основном линейные системы. Значит, там у них достаточно ограниченное количество эффектов. Это выход на заданную точку, это такая общая неустойчивость, когда у вас там просто в разнос система уходит. Причем она может уходить в разнос по некоторой экспоненциальной функции, она может уходить с некоторой колебательностью. То есть некоторая колебательность от минуса к плюсу, перепрыгивать от минуса к плюсу и постепенно так уходить в бесконечность, плюс-минус бесконечность. И есть также там для системы больше первого порядка, есть выход там, например, на заданную траекторию с колебательностью. Вот, в принципе, и весь набор эффектов, который может описываться передачными функциями. Для большинства процессов это неплохо. То есть, если, например, если у вас, например, есть уже какие-то подчиненные контура регулирования, построенные, например, с помощью P или PI регуляторов, то, что мы в прошлый раз обсуждали, то в целом у вас объект уже обладает некоторой внутренней устойчивостью. С высокой долей вероятности он в большей степени будет похож на линейную систему. То есть он будет выходить на некоторое заданное значение, которое будет обеспечиваться по регуляторам. Конечно, траектория может отличаться от той траектории, которая описывается линейными системами. Но здесь можно, опять же, применять прием с переменными коэффициентами. То есть в зависимости от координаты задавать просто переменные коэффициенты и получать тоже нелинейную систему. Но, конечно, это уже начинаются некоторые приемы, хитрости. О которых нужно знать и на которые нужно тратить время и держать их всегда в голове. И неизвестно еще, что произойдет, если у вас что-то поменяется в системе. То есть в определенный момент может случиться так, что вот такой линейный подход на базе передачной функции, он просто окажется слабо применим. То есть будет слишком тяжело его применять для решения вашей задачи. И в таких случаях можно переходить уже к дифференциальным уравнениям, то есть описывать систему в такой форме, более компактной, без всяких коэффициентов, которые там должны еще от каких-то координат зависеть. То есть в принципе у вас есть этот коэффициент, который зависит от координат. Но здесь вы его уже в некотором физическом смысле описываете. То есть не экспериментально, где вы просто в разных точках поэкспериментировали и определили, чему он будет равен. А вы заложили некоторую уже физическую модель, то есть то, как зависит сила движения автомобиля от той скорости, на которой вы сейчас находитесь и от той передачи, где вы сейчас находитесь. То есть такого рода модели, они тоже достаточно популярны, но, конечно, менее популярны, чем передачные функции. Но если вы, например, занимаетесь созданием какой-то системы управления, которую вам нужно не за один день посчитать, вы можете, например, полгода потратить или два месяца на ее расчет, то в целом составление такой модели считается оправданным, потому что оно позволяет описать большее количество эффектов, чем передачные функции, и с большей уверенностью говорить о достоверности этой модели. В отличие от того, чтобы просто в каких-то точках пощупать систему и для нее сформулировать передачную функцию. Опять же, надо сразу сказать, что такого рода системы они отличаются от классических СТП-систем тем, что у вас есть время на проектирование. То есть это уже такая область, больше связанная с приборостроением, чем с СТП. И здесь всегда есть время с проектом связанных с цикл, например, разработки несколько лет, включая испытания, и у вас там есть, например, месяц-полтора, чтобы сделать расчет алгоритма. Конечно же, это намного больше, чем то, что у вас есть, например, при проектировании обычной системы СТП, где у вас там, может быть, полдня есть, чтобы алгоритм рассчитать. Чаще всего просто у вас ничего нет, вы у вас там некоторые оборудования выгрузили на объект, вы туда приехали со своим ноутбуком, и вам нужно прямо вот на месте и датчики подключать, и приводы прорабатывать, и ПО писать, тестировать. И где-то потом там, может быть, какие-то коэффициенты настроить. Конечно, в таком случае вам будет сложновато на месте что-то там пытаться строить какие-то модели. Вот, поэтому у вас, конечно, только остается экспериментальный путь, когда вы путем экспериментов получаете передачные функции и формулируете модели, затем используете готовые блоки для того, чтобы построить тот же Model Project Control, например. Вот, и здесь, конечно, речь больше идет о таких уже более сложных устройствах, где процесс у вас может быть чуть проще, но при этом вы можете потратить некоторое время на создание более сложного алгоритма. Возвращаясь к нашим автомобилям, мы сейчас просто посмотрим, как они решают эту задачу. То есть они двигаются постепенно. Они сначала просто описывают общую модель. То есть они говорят о том, что у нас есть два типа нелинейности. Это нелинейность по коэффициенту сопротивления движению и нелинейность, связанная с передачами автомобиля. Вот, и они здесь начинают уже дальше некоторые трансформации для того, чтобы в конце концов прийти к алгоритму системы управления. Значит, что? Ну, первое, что они просто пытаются из физического модели описания, такого физического описания, перейти к более классическому знакомому вам. Это представление в виде вектора пространства состояния, то есть где у вас слева находится переменное состояние, справа находятся функции, описывающие то, как переменное состояние меняется во времени. То есть, по сути, уравнение относительно производных. Вот, как это делается? Скорее всего, вам уже это хорошо знакомо. То есть делается обычный заменный координат. Заменяется, круглая у вас здесь была одна координата положения на трассе, которая имела второй порядок по времени. То есть первая производная, вторая производная. И, соответственно, такое уравнение, оно может быть трансформировано к классическому представлению, где у вас есть только производный первого порядка. Вот, но система становится уже системой второго порядка за счет того, что... То есть, вернее, две координаты у вас становятся. За счет того, что вы вводите такую искусственную координату, которая... То есть, грубо говоря, x1 начинает описывать скорость, x2 описывает ускорение. Вот, относительно вот таких вот введенных искусственных координат вы составляете классическое уравнение в форме пространственного состояния. Вот, где вот это функции, функции эти нелинейные, они вот как раз принимают ту форму, которая была в исходном уравнении. Вот, есть определенная техника. Как преобразовывать, мы ее тоже посмотрим. чем после, впоследствии на практических занятиях. Вот, то есть, так или иначе, они вот приводят к некоторой стандартной форме, задавая вот эти коэффициенты. В чем преимущество стандартной формы? В том, что многие методы, которые существуют в литературе, они, как правило, тоже имеют дело с некоторыми стандартными формами, они называют их канонические формы. И, имея систему в канонической форме, вы можете подобрать некоторый готовый метод, который вам прямо скажет, «Как синтезировать закон управления». Вот, то есть, например, вот для такой формы синтез управления может оказаться нетривиальным, то есть неочевидным изначально. Для такой формы, как правило, уже существуют разработанные методы в теории управления. То есть, эта форма ближе уже к тому, что используется в теории управления по сравнению с этим. Вот, то есть, это ближе к физике, формула эта, формула ближе к теории управления. Хотя, по сути, они описывают одно и то же. Это просто разное представление. То есть так же, как можно, например, между передачными функциями сконвертировать их в дифференциальное уравнение. И дифференциальное уравнение линейное попытаться перевести в передачную функцию. Все это возможно. Это тоже некоторая такая техника трансформации, которую желательно тоже вводить, чтобы можно было уметь представлять системы в разные формы. Потому что, например, какие-то методы для одних форм предназначены, какие-то для других. Соответственно, если вы этим активно занимаетесь на практике, то вам необходимо понимать, какие методы для каких форм и как между этими формами переключаться. Вот. И здесь, в принципе, ничего такого ультрасложного нет. Просто вот некоторая техника перевода этих уравнений. Значит, что еще для задачи важно для вот этой, да, то есть это граничные условия. То есть, ну, не граничные, в смысле ограничения. То есть, грубо говоря, у вас есть ряд физически понятных ограничений, которые нужно учитывать при построении системы управления. Ну, самое очевидное – это безопасная дистанция. То есть, у вас вот переменная x1 должна быть в некотором диапазоне, который должен быть не ближе, чем безопасная дистанция. Вот. То же самое касается скоростного режима. То есть, есть на трассе всегда некоторые ограничения скорости. И то же самое касается ускорения. То есть, не должно быть резких рывков и не должно быть резких торможений, чтобы там пассажиры или водитель не ударились носом в руль. Вот. То есть, так или иначе, вот при создании системы управления в базе Model Predicted Control вы можете задавать некоторый набор ограничений, которые для каждой задачи являются очевидными. То есть, минимальная… Непонятно, почему здесь минимальная дистанция 0 метров. Не очень понятно. Вот. Ну, так или иначе, вот у них основная – это все-таки безопасная дистанция и ограничения по… А, это не минимальная дистанция. Это они тут что-то… Я думаю, что тут речь идет… Да, ну, немножко странно. Ладно. Значит, в основном скорость, безопасная дистанция и ускорение. То есть, ускорение не должно быть там больше двух метров в секунду. Двух метров в секунду в квадрате, да. Значит, да. И дополнительно они еще вводят ограничения на количество переключений скоростей. То есть, что система не должна там каким-то сумасшедшим образом переключать скорость обратно. Вот. Все это используется для того, чтобы сформулировать некоторые ограничения. Значит, да, вот видите, тут появляется некоторая безопасная дистанция. То есть, безопасная дистанция. Что-то тут у них, конечно, напутало немножко. То есть, смысл вообще всех этих ограничений в том, чтобы вы не могли заехать. Видимо, они все-таки, да, у них X1 все-таки описывает некоторое положение на трассе, а N1 описывает расстояние между автомобилями. Еще есть понятие безопасной дистанции. Вот. Значит, получается, что вот это ограничение, это просто некоторый диапазон, в котором работает этот модуль predictive control. Значит, это ограничение скорости, это безопасная дистанция и ускорение. И количество переключений скоростей, которые допускаются в момент времени, в секунду. Соответственно, из них они формируют уже конкретные ограничения на переменные. Вот на переменную, например, положение. То есть, оно не должно превышать текущего положения, плюс некоторые безопасные дистанции. Ну, это, наверное, положение все-таки автомобиля впереди идущего. Ну, не совсем тут до конца очевидно, что они тут подразумевали. Но, скорее всего, смысл в том, что все-таки тут нужно безопасную дистанцию соблюдать. Вот. И ускорение. То есть, некоторый набор уравнений, который они тут ниже формируют в виде набора... Ну, вот, по сути, да. Набор ограничений, который существует в системе. Значит, первое, это у нас положение на трассе. Второе, это у нас безопасная дистанция. Следующее, значит, это у нас... Это у нас X2, это у нас ускорение. То есть, ускорение не должно быть... должно находиться в некотором диапазоне. Дальше должно быть, ну, понятно, соблюдаться некоторый диапазон торможения, ускорения. То есть, чтобы, например, грубо говоря, система не залипала в каком-то состоянии в попытке выйти. То есть, грубо говоря, у вас всегда есть ограничения некоторые на управляющее воздействие. И чтобы система не переходила в какое-то залипшее состояние, не выходила за пределы этого права, тоже вводятся некоторые ограничения. Плюс есть ограничения на количество переключаемых скоростей. И есть ограничения на то, как быстро может переключаться управление. То есть, не чаще, чем один раз за такт управления. То есть таким образом формулируются те ограничения, которые существуют в задаче управления, то есть помимо модели, помимо цели, такой, например, как соблюдение дистанции, есть еще разные дополнительные цели. То есть соблюдение дистанции – это только одна цель, все остальные цели – это дополнительные цели оптимизации, вычисления управляющего воздействия, на уровне которых формулируется ваша задача. Что тут еще интересного? Дальше, соответственно, как только вы сформулировали цели, вы дальше начинаете формулировать уже то, как непосредственно будет устроен ваш алгоритм, вернее, то, какую задачу он будет решать на основе этих целей. И здесь, соответственно, тоже мы это в прошлый раз обсуждали, ну, там был гораздо проще функционал, то есть, по сути, это некоторая формулировка задачи оптимизации. То есть у вас есть некоторый функционал J, зависящий от набора параметров, в частности, от управления, от текущей скорости, от каких-то дополнительных параметров. И этот функционал нужно минимизировать, варьируя две переменные, которые у вас есть. То есть, по сути, у вас есть два, две ниточки, за которые вы можете дергать систему и таким образом добиваться некоторого оптимального значения этого функционала. Значит, первое – это управляющее воздействие, то есть вы можете нажимать на газ, нажимать на тормоз, причем с разной силой. И у вас есть скорости, которые вы тоже можете переключать.